В качестве примера я взял Эмират Дубаи. Так вот, в Эмирате Дубаи живет чуть более трех миллионов человек. Эмират Дубаи это была пустыня и море. Добывали немного жемчуга и производили какие-то финики, и бедные бедуины ездили в пустыни на своих верблюдах. И вот представьте себе, после того, как в 60-х годах была найдена нир, эти государства буквально на наших глазах изменились. Это тогда, когда Казахстан уже и качал нефть, производил металлы, было развитое сельское хозяйство. В 60-х годах Арабских Эмиратов была пустыня. В Казахстане добывается больше 90 миллионов тонн нефти. Если считать, что население чуть более 18 миллионов человек, то на каждого жителя добывается нефти 5 тонн, а в Дубае 1.33. То есть мы даже в расчете на одного жителя всего Казахстана добываем в несколько раз больше, чем добывается в Дубае на одного жителя. Поэтому разве можно сравнить богатство нашей страны с Эмират Дубаи? Но Эмират Дубаи входит в число одних самых богатых стран мира. А мы где-то болтаемся где-то на 75-м, 100-м месте с такими гигантскими богатствами. Но вы должны знать, что наша политическая верхушка богаче, чем шейхи или короли этих арабских стран. Я имею ввиду, ну, султан Назарбаев и его близких роз. Они во много раз богаче. Где эти богатства страны? Они в их карманах. Поэтому эта просто простая цифра показывает, что все богатства страны, они сейчас есть в нашей стране. Нам не нужно говорить, что когда-то мы построим космическую отрасль. Когда мы будем производить компьютеры или супермашины, тогда мы станем богаче. Потому что если эти слова вы услышите, это не произойдет даже через тысячу лет. Эта власть врет говорить, что через 15-20 лет у нас нефть закончится, другие там металлы. У нас их много. Еще основная часть богатств не разведана в нашей стране. Чтобы вы понимали, у нас богатейшая страна. И Дубай никогда не станет рядом с нами по уровню тех возможностей и богатств, которые сейчас есть в нашей стране. И в будущем мы их тоже еще найдем. У нашей страны гигантские возможности, просто невероятные. Все эти богатства под ногами. Основная масса живет в нищете и бедности. Вы даже не осознаете, что ваша жизнь может измениться завтра. Завтра. Но только тогда, когда вы станете активным. Когда вы будете влиять на политику в стране. Когда вы скажете нет этой преступной верхушки. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю вас сделать свой шаг, сделать свой вклад 22 февраля в 14 часов. Все на митинге. Алга Хазахстан.